Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами на связи мастер Федер Максим Амариев И шестая партия добавила еще больше крови в этот матч Никогда прежде мы не видели столь ожесточенных противостояний Прежде чем перейти к разбору, рекомендую подписаться на наш телеграм канал Где выходят оперативно все самые свежие новости из мира шахмат В том числе из этого матча, ссылка в описании После, можно сказать, довольно-таки сенсационного поражения в прошлой партии Дин Лежен играет сегодня белым цветом и начинает партию с хода Д2-Д4 И избирает, казалось бы, немножечко беззубую лондонскую систему Дебют, который не предвещает беды для черных Избрание лондонской системы было настолько неожиданным, что Дин даже просто встал со стола Ушел, а я начал думать, как же так, почему он играет столь бесхребетный дебют в такой ответственный момент Сразу возникает такая мысль, что Дин хочет сделать ничейку, чтобы просто пережить горечь вчерашнего поражения А уже после выходного дня выйти на полноценную битву Ц5-Е3 это принципиальнейшее продолжение Конь Д2 Меняется на Д4, я не помню еще, получается у нас Карлсбат с переменной цвета Слон вышел на Ф5 Ц3-Е6 Примерно равная позиция Слон выходит на Б5, где-то при случае подвязывая коня возникает идея Конь Е5 И начинать штурм на королевском фланге Поэтому слон Д6 сразу выменивает этого слона Я не помнящий Играет очень надежно, крепко Никаких нареканий не вызывает его ходы до определенного момента 2-0, ладья Е1 А6 В целом полезный ход, чтобы где-то на Конь А4 был ход слона А7 всегда у слона Здесь позиция не носит темповой характер Такие промедления позволительные Конь Е5 Конь Е7 Тоже грамотное решение В чем его смысл? Если бы черные сыграли как-то немножечко шаблонно Типа ладья Ц8 То после слона бьет Ц6 и БЦ Структура была не слишком для них выгодная Мы играем Б4 И фиксируем эту слабость Если бы черные провели Ц5, у них прекрасная позиция Но белые могут сыграть Б4 Затем коня ведут через Б3 на Ц5 Пешка на Ц6 слабая Пешка на А7 тоже не ахти Позиция в пользу белых Дабы этого невыгодного размена не допустить Иоанн играет Конь Е7 Хорошее решение А4 Профилактика против ФБ6, чтобы слон не висел нигде там Ну например на А3, ФБ6 Уже чуть сложнее этому слону отойти Поскольку пешка на Б2 провисает Поэтому заранее его защищает Дин Лижень А6 Гонит его Ян не помнящий во своей аси И Конь Д7 Вот этот ход вызывает некоторые вопросы В целом его можно понять Конь на Е5 достаточно активный Ян хочет его разменять Но все-таки здесь Не слишком желательно допускать зажим После А5 Б4 Вот эту структуру Не хотелось бы допускать Поэтому черные могут сами сыграть А5 Уже сейчас Ну окей, Конь Д7 Поменялись А5 играет Дин Лижень Вот он уже получил первый стратегический плюс По структуре У белых всегда перевес теперь Потому что Мы обратим внимание на слонов У белых белопольный слон У черных тоже Но когда у тебя слон одного цвета Выгодно пешке располагать На полях противоположного цвета Вот у белых пешки на черных полях А слон белопольный Это как надо А у черных наоборот Все пешки на полях цвета своего слона Они его ограничивают Короче Вопросы к этому слону будут иметься и в дальнейшем По структуре у белых перевес Ну пока не критический Ферзь С7 Привязываемся к пешке А5 Где-то хотим на нее надавить Плюс берем под контроль поле Е5 Планируя контрнаступление Ферзь Ф3 Грамотный ход Защитили пешку на С3 Есть теперь идея сыграть Б4 Чтобы воплотить нашу структуру мечты Вот так пешки расставить И коня перевести на С5 Ладья ФС8 Вот этот ход уже стал тревожным Предзнаменованием будущих проблем Почему именно эта ладья пошла на С8 Если черные играют Б6 То у них сразу возникают проблемы Лучше было сыграть ладья АС8 Эту ладью расположить на Е8 Потом готовить Ф6 Е5 может быть в дальнейшем Почему Ян избрал именно этот порядок ходов Остается загадкой Динь играет ладья А3 Защищает пешку Сейчас Б4 играть нельзя было вновь За ферзь бьет С3 Поэтому он пешку защитил И плюс это профилактика Против всяческих ходов Типа Б6 Потому что здесь мы можем съесть Сыграть Б4 И ладья А1 Продавливая вертикаль А И пешка теряется Нельзя брать на Б4 Из-за того, что здесь теряется ладья Поэтому слон G6 играет Ян Непомнящий Освобождает поле F5 для коня Ход грамотный Конь идет на C5 На поляну мечты Конь C6 Привязываемся к пешке А5 Чтобы конь не мог сразу выскочить на C5 Но следует ферзь G3 И вот этот момент После которого Все пошло под откос Можно было спокойненько Перейти в Эншпиль Да, Эншпиль не из приятных Похуже за счет Стратегической инициативы у белых Но играбельный Позиция крепкая Можно ладья C7 Сыграть ладья Е8 Да, у белых здесь Стабильный перевес Видно даже Невооруженным взглядом Что у белых здесь поприятнее Но позиция игровая Вместо этого Ян играет ферзь Е7 Он не хотел играть столь скучный Бесперспективный Эншпиль Это легкая тактика На конь C5 Заготовлен был удар Комби от А5 На ладья А5 Просто вилка Б6 И мы отыгрываем материал На конь Е6 Здесь можем сесть на А5 И конь никуда не может отскочить Потому что провисает ладья А если здесь играть комби от Е6 То ладья C6 сильный ход Коню некуда уходить Там провисает ладья На ладья А5 ладья Е6 И получается примерно равная позиция Вот Ян этот вариант увидел И радостно поэтому сыграл ферзь Е7 Но Динго никто не заставляет Мгновенно исполнять ход конь C5 Он играет А4 И этот ход оказывается Чудовищным по коварности После ладья Е8 Довольно быстро Исполненного хода явным непомнящим Динь играет конь C5 И вот теперь Вомби от А5 уже не годится А все почему На конь А5 Следует ладья А5 И после Б6 Есть чудовищный по силе ход Аш5 И на слон Аш5 Теперь комби от Е6 Мы пробиваем И черные не успевают В промежутке съесть нашу ладью Потому что висит мат Они обязаны съесть коня Тогда мы забираем еще на Д5 И на ЕД Забираем ферзя И после ферзя Аш4 Провисают сразу две фигуры Черные остаются без материала В абсолютно проигранной позиции Поэтому Здесь уже ход комби от А5 Не годится Ход Аш4 имеет свой вес И Ян запаниковал Вместо того Чтобы хладнокровно сыграть Ладья Ц8 Ну и как-то Стоять в этой Пусть и стесненной Пусть и в худшей позиции Но стоять крепко Стиснув зубы Он играет Е5 Начинает контр наступление Но тем самым Ослабляет свою позицию Также Ладья Б3 играет Дин Тоже довольно-таки Интересный ход Хотя Б4 было попроще Ладья Б3 Нападает на пешку Забирает пешку Ян Ладья Е5 Ферзь Ф6 Ладья А3 Нападает на коня Дин Лежень Койн выскочил на Ц4 Поменялись И Аш5 Неточный ход Лучше было забирать Пешку на Б7 Чуть позже вы поймете В чем разница этих вариантов После Ладья Б8 Есть конь Д6 Вот такой коварный отскок Нельзя забирать коня Из-за Ладья Е8 И теряется ферзь На Ладья Б2 Конь Ц4 На шах играем Король Х2 Здесь у белых большой перевес На самом-то деле Вот в партии же После хода Аш5 Здесь во-первых У черных был прекрасный вариант Как снять напряжение С этой позиции Надо было рассмотреть Ход Ладья Б3 Съесть Ладью На ДЕ Не ферзь Е7 А ферзь Д8 В чем замысел Слон остается под боем Но мы хотим поставить Вечный шах Даем шах Шах И на ферзь Аш3 Забираем пешку с шахом На ферзь Е3 Можем даже еще дать шах Вот так пошаховать Если белый играет Ж3 То здесь уже заберем коня У черных позиция не хуже Как вы видите Даже лишняя пешка Был такой вариант Который просто Фантастическим образом Увеличивал шансы на ничью Но вместо этого Ян играет Слон Ц2 Не точное продолжение Следует комбит Б7 Ферзь Б6 Конь Д6 Хорошее отступление Нельзя по-прежнему Коня забирать Из-за Ладья Е8 Размен Взяли на Б2 И вот тут выясняется Что пешка на Аш5 Она скорее минус Чем плюс Потому что на конь Ц4 Есть ход Ферзь С1 Шах Слон Д3 Висит конь Нельзя отступать Потому что там мы сидим ладью А на ферзь З3 Мы играем ферзь Д1 И вот пешка провисает здесь Висит конь Коня белые должны убирать Тогда мы забираем пешку И там даем вечный шах В общем пешка на Аш4 Стояла лучше Поэтому приходится вместо конь Ц4 Играть Ладья А5 Идти на какое-то обострение И король Х7 играть Я не помню В целом ход грамотный Можно было и слон Д3 сыграть Но он играет король Х7 Это профилактика против конь Е8 Допустим если бы сели на Ц3 Пешку черная То здесь могли быть проблемы Конь Е8 Висит мат Что делать Как бы Дорог хороший совет Если играть Ф6 То просто Ну даже ферзь Д5 И сели ладью Если попытаться пожертвовать качество То вопрос Где компенсация здесь Честно говоря Я ее не вижу Можно даже так Ладья Д5 сыграть И Ладья Д8 Будем просто матовать Поэтому заранее Король Х7 Здесь играет Ян Непомнящий Теперь на конь Е8 Последует Как минимум Ладья бьет Е8 Ферзь Е8 Ферзь С1 Шах И будем уже шаховать Вражеского короля Как мы видим Здесь король у нас Не под шахом После того как Наш 7 отступил Поэтому этот вариант возможен Ян талантливо обороняется Ладья С5 Ошибочный ход Здесь был Единственный ход Сохраняющий перевез Ферзи А1 Но ход сложно поднять Хотя по сути логичный Просто защитили пешку Именно так Потому что на Ферзи А3 Слон Д3 Перекрыли действия ферзя Это важная потеря темпа Ферзи А1 Просто защитить пешку Ну не слишком сложно Согласитесь Пешка важная Держит структуру здесь А вот после ладья С5 Ну забери пешку на С3 Жирную вкусную пешку Нет Ян чего-то испугался Играет ферзь С1 Это начало конца Давайте посмотрим На взятие пешки Что он здесь мог испугаться Ладья С7 Один из вариантов Ну допустим С конь Е8 начнем Более жесткое продолжение Сразу напали на мат Мы можем просто съесть Этого коня Ферзи А8 Сесть на Д4 У нас уже две пешки За качество А после ладья С8 Может показаться Что это мат Но нет Ферзи А1 шаг Сели на А5 Здесь уже три пешки За качество У черных вообще не хуже Мы можем даже Вечный шаг не давать Хотя вечный шаг есть Но можно даже просто Играть в стиле Ферзи А5 как-нибудь Ферзи А4 Просто продолжать партию У нас куча пешек Хороший слон Но можно и дать шаг Был такой вариант После ферзи А3 Конь Е8 Если ладья С7 Может быть это не устроило Яна Ну окей А что грозит то сразу Мы можем ферзи Д2 Перевести ферзя После ладья Ф7 Где-то ферзи А5 сыграть Сначала шаг дадим Например Ферзи А5 Вот мы защитились от мат С1 Что-то испугался Белые ушли из-под шага И Ф6 Белые спокойненько отступили на Ж3 По-прежнему сохраняются все угрозы Типа ладья С7 Ну да там может ферзи на Ж5 отступят Но у белых есть при случае идея Ф4 перекрыть действие этого ферзя Позиция уже плохая Опять играть Я не помню Он сделал ставку на эту пешку Ну а белые Просто вырубают этого ферзя Если играть ладья С7 сразу То ферзь возвращается на Ж5 И прикрывает поле Ж7 Это невыгодно Поэтому белый сначала забирает пешку Играет конь Е3 И теперь ферзь отсечен Слон Б1 играет Я не помнющий И ладья С7 висит мат Защитился Конь Д5 Висит взятие на Ф6 с шахом Отошел Ладья А7 Напали на пешку Она идет вперед Под защиту ферзя Конь Е7 Напали на ладью И ладья Ф8 Все таки поточнее было Сыграть ладья Е8 Будем честны Тут были красивые варианты Например Такая ловушка Если белый играет ладья Б7 С идеей ладья Б8 Например на А2 Ладья Б8 сразу выигрывает Потому что здесь мы объявляем Вот такой мат Ну на ладья Б7 У черных находился Коварнейший ход Ферзь Б2 И на взятие АБ Даму временно без ферзя Но пешку Б Не остановить Мы отступаем просто слоном И проводим нового ферзя Здесь у черных не хуже Вместо этого ладья Ф8 Играет Ян И Дин Мог сыграть ладья Б7 Тоже выигрывал позицию Он играет Д5 Жесткий ход С красивой развязкой А2 Ферзь Э7 Грозит Конь Ж6 Шах И мат Ну примерно Ферзь Б2 Шах И мат с поля Ж7 Поэтому Ян играет Король Аш7 Уходит из-под шаха Конь Ж6 Висит мат Поэтому ладья Ж8 И ферзь Э7 После этого хода Яну пришлось признать свое поражение На слон Ж6 АСЖ Король Аш8 Мат наступает следующим образом Ферзь Бет Ж8 И ладья А8 мат А если играть Ну например Как-то ферзь Б2 Среди провести ферзя То мы жертвуем На Ж8 Играем ладья А8 И ладья А8 И ладья А8 мат Вот в чем был смысл хода Д5 Мы отняли поле Е6 У короля И теперь он в матовой коробочке Вот такая партия Дорогие друзья Ян не помню Еще был сегодня Не в своей тарелке А Динг Был на высоте Красивая концовка Практически Этюдный мат Как выяснилось В команде Яна Присутствует чемпион мира Владимир Крамник Который ее возглавляет Интересно На какой рейтинг Он оценил уровень игры Своего подопечного Думаю что не очень высокий И поскольку завтра выходной день У меня для вас есть Отличное предложение Прямо сейчас Залететь в лучшую Обучающую программу До первого разряда Школа победителей Комплексная система Которая выстраивает Фундамент вашего мастерства За один год Кроме этого При оплате годового доступа Вы получаете доступ К закрытому клубу Чест Сити В подарок Залетайте по ссылке В описании И присоединяйтесь К школе победителей А я благодарю вас за внимание Ставьте лайк Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Развязки турнира И присоединяйтесь К нашим прямым трансляциям А также Скачивайте книгу 21 критическая ошибка Новичка в шамотах И увидимся Совсем скоро